Разведение в Печорском водохранилище Осетров вновь из разряда космических проектов переходит в качество вполне реальных перспектив. Во время визита в наш город главы Республики Коми столичные и местные чиновники отдельно остановились на этом вопросе. Во время защиты главой муниципального района Печора Василием Торлоповым доклада о перспективах развития нашего города Вячеслав Гайзер попросил прокомментировать временно заглохший проект по использованию нашего водохранилища в качестве базы для большого рыбного хозяйства. В конце прошлого года остался сейчас долго за оборудование, в принципе, рабочие, то есть оборудование полностью актосферы Коми выкуплено. Кроме того, мы договорились с финами, вот они вот 22 апреля у нас приезжают, мы попросим их выехать сюда и посмотреть использование вот этого водоема именно с учетом их опыта. Ну и самое главное, в принципе, я считаю, вот здесь Василия Александровича, ну, будем говорить так, не переходит в практическую плоскость вот это осуществление вот этого проекта, это отсутствие реального желания у местных предпринимателей заняться этим. Во время последних встреч с предпринимателями города желающие поучаствовать в проекте нашлись. Правда, первоначальные планы по созданию рыбхозяйства несколько изменились. Значит, мы предлагаем следующий вариант. В этом году где-то начало именно с тварели и выход на первом этапе на производство 40-50 тонн рыбы, затем строительство цеха по переработке рыбы, и на втором этапе выращивание, а это водоем, тот, который здесь у нас есть, позволяет выход на объем 400-450 тонн. Это обеспечение города Печоры и выход на инту, но с обязательной переработкой. Однако главу Республики Коми интересовали и давние наработки по Печорскому водохранилищу, в частности, проект разведения ситров и производства черной икры. Это перспектива, но это перспектива тогда, когда у данного предприятия вот свой оборотный капитал, потому что выращивание черной икры, это как минимум вложение капитала в течение 7 лет без отдачи. Поэтому на первом этапе мы предлагаем, сегодня я еще раз говорю, вот вчера у меня начальник отдела Шубин здесь разговаривал с нашими предпринимателями, начальник управления здесь, повторяясь, в этом разговоре участвовал. То есть местные предприниматели согласились с нами, что, как вы правильно говорите, ждать, когда Москва придет нам со своими деньгами, это не совсем это главное дело. Единственный минус предложенного проекта – это сроки. В перспективном плане муниципалитета работы по организации рыбхозяйства запланированы только на 2015 год. Хочу его ждать в 2015 год. Давайте мы договоримся так, что в течение 2-3 месяцев вместе с Печорой разработайте варианты такого рода проектов. Представите, посмотрим, какое там может быть участие республики, фонда нашего поддержки муниципалитета, если это требует. Я думаю, что в этом году нам все начинать, что тянуть-то. Об этом году мы и поняли. Хорошо, давайте будем смотреть. Так что единственное гидротехническое сооружение в республике с круглогодичным сбросом теплых вод наконец-то начнут использовать на 100%. Вполне возможно, скоро начнут говорить не только о Печорской семге, но и о Печорской фореле.